Ответ следующий. Если нам где-то не хватает энергии, значит, у нас где-то энергия есть, но она тратится не туда. Если у нас не хватает энергии для роста вверх, значит, что иногда мы держим что-то усиленно и вкладываем в это много энергии. Знаете, как садоводы бывают для того, чтобы яблоня принесла яблоки, они подрезают ветки, чтобы на ветки не расходовалась энергия. Понятное дело, что это в рамках метафоры путь, но тем не менее мы с детства нагружаем себя огромным количеством груза, который мы держим, и в какой-то момент мы забываем про то, что мы держим, но когда мы держим, мы все равно вкладываем в эту энергию. И нам, возможно, не хватает чего-то, мы несем слишком много, чтобы идти в будущее. И поэтому вопрос, который я всегда задаю, когда у меня нет энергии, я спрошу себя, что я держу? Что я сейчас держу? А как понять разницу между грузом, который не нужен, и тем, что все-таки нужно дышать для развития? Вы знаете, вообще в этом мире есть такая классная вещь, да? Только никому не говорите. Она просто огонь. Называется гравитация. Она предполагает, что если я эту чашку сюда поставлю, то мне ее держать не надо. Она никуда не денется. Так вот, со всем, что ценно есть в нашей жизни, оно нуждается лишь в том, чтобы мы это поставили, и оно никуда не денется. А если мы что-то держим, да, то это драма. И иногда кратковременные приложения усилия нужны для того, чтобы эту чашку поставить. Но если мы эту чашку продолжаем держать, то вопрос зачем? Мы говорим о том, что есть вещи, которые нам нужны для развития. Это кто говорит? Это говорит наш разум. Он говорит о том, что нужно выбрать себе крест и нести его, потому что крест сам себя не унесет. То есть, если я правильно поняла, то есть, если вот с работой все складывается и приносит радость, значит, это все хорошо и как иначе. Если приходится прилагать экстра усилия какие-то в работе, и она не идет, значит... Как вы хотите, смотря. Давайте различать два момента. Усилия физические, ментальные, то есть, усилия наши, которые мы прикладываем, да. Допустим, человек занимается садом, ему иногда нужно таскать землю. Работает, бывает, упахивается. Вообще, самые трудолюбивые люди, которые говорят, это мое хобби, там они тратят всю свою энергию. Там, не знаю, встать в 4 утра на рыбалку, накопать червей, уйти куда-то кормить комаров на 6 часов подряд, выпить две бутылки водки и хорошо отдохнул. Ничего не поймать, да, а огромное трудолюбие нужно для того, что мы любим. Это первый вид усилий. Второй вид усилий, это когда мы все то же самое делаем или даже чаще всего в 10 раз меньше, но мы это держим. И вот первый вид усилий не истощает нас. Мать, которая работает на трех работах, чтобы прокормить ребенка, да, это не то, что истощает ее эмоционально. Не то, что истощает ее дух, потому что ее питает любовь. Она просто делает это. Она просто делает это. Вы можете, я не говорю, вот очень важно понять это различие. Когда я говорю о том, чтобы не держать, я не говорю о том, что нужно бросать людей, работы и так далее. Я говорю о том, что нужно, можно сохранить все то же самое, но перестать это держать. И тогда окажется, что работа это всего лишь работа, а отношения это всего лишь отношения. И когда у нас нет экстра хватки, вот этой невротической, то тогда это просто становится процессом. И только тогда мы можем увидеть истину по поводу того, нужно оно нам это или не нужно. Тогда у нас появляется, высвобождается дополнительная энергия, которая сообщает нам, мы вообще, может быть, другое можем что-то делать. Потому что, когда мы схватились, мы не понимаем, что на самом деле там уже есть, что там осталось живое. У нас осталась только и вот эта хватка спазмированная за жизнь. Вот она, вот она тонкая, но очень качественная разница. А к теме отношений можно вопрос такой, о близнецовых пламенах? В чем вопрос? Да. Ну, мнению вообще-то, да. Есть ли это на самом деле или это рвение человеческое? Ну, и то, и другое. Во-первых, люди, они, еще раз говорю, пытаются вот этот контакт с собой заменить разными поисками. Призвание ли, просветление ли, близнецового пламени ли и так далее. Да? Опять же, есть ли просветление? Ну да, есть. Есть ли, не знаю, близнецовые пламена? Да, есть. Есть ли призвание? Да, есть. Но это не то, что клещами из Бога нужно вытаскивать. Да? День на и ночь на не спя. Вообще, наши души предполагают огромное количество совместных опытов, договоров, контрактов и вариаций. Разного уровня близости, разного энергетического обмена между ними. Есть отношения, приходящие по так называемой карме. Да? Это те отношения, которые приходят для того, чтобы подвести нас к истине. Для того, чтобы дать нам освобождение от собственных иллюзий. Есть отношения, которые приходят для того, чтобы сделать нашу жизнь радостной. Для того, чтобы сделать ее комфортной. Это родственные души. Это не обязательно отношения партнерские. Это может быть отношения с близкими. Это может быть приятель, прохожий на улице, с которым вы обвинились взглядом и вам радостно стало. Это ощущение родства. И мы все здесь родственные души. Мы все способны почувствовать эту близость. Есть отношения с новыми душами. Не новыми в смысле опыта на планете, а с теми, с которыми у нас мало совместного опыта. Они нас расширяют. Они дают нам вкус, влюбленность, радость, буйство эмоций. Есть отношения по контракту духовному. Те отношения, которые приходят, чтобы мы что-то сделали. Это может быть контракт любви. Контакт партнерства, когда люди идут по жизни вместе. Какой-то промежуток или всю жизнь. Это может быть близнецовые пламината, что называется. То есть это две энергии, которые находятся в таком тесном взаимодействии, что человек не способен это проигнорировать. И люди встречаются. Вообще у нас не такое большое количество душ на всех. На все человечество и на всех живых существ. Их мало. И есть очень близкие энергии. И чаще всего эти энергии не встречаются в жизни. И должны не встречаться. Потому что это может сбить человека. Это не нужно. Если вы встретите второго себя, то это может не быть полезным. Но иногда это нужно для того, чтобы подвести человека к какому-то опыту. Это очень похоже на карму. Но это не карма. Это тесная, очень глубокая энергетическая трансформация. Это не значит, что в близнецовых пламенах вы должны прожить всю жизнь ноздря в ноздрю. Душа к душе, подушка к подушке и так далее. Это не значит. Это может быть отношения, которые принесут просто какой-то взрыв чего-то. Может быть, это что-то, что впихнет вас в какой-то опыт. Возможно, это будет вообще кратковременная вещь, где что-то на уровне энергии переключится. Возможно, это будет отношения разных возрастов. Возможно, это будет просто прохожий на улице. Опять же, это не означает, что это должно сделать вас счастливым. Самые комфортные отношения – это отношения с родственной душой. Самые расширяющие и важные отношения – это отношения по контракту. А вот близнецовые пламена – это, ну, считайте, что это очень плотный контракт практически с самим собой. Это не значит, что только там возможна истинная любовь, потому что истинная любовь есть везде. – это то, что растворено в пространстве, это то, из чего мы рождены. Спасибо. Ты говоришь, что душ мало на Земле, да? Я уже вчера это слышала, еще когда-то и послышала тебя так. То есть получается, что одна душа живет в нескольких телах на Земле одновременно? Ну, знаете как… Есть ли тела без душ? Тоже вопрос, да, хороший. Значит так, первое. Сейчас поговорим. Значит, первое. Что касается души. Только тело является какой-то формой. Когда формы нет, то содержание не может быть разделено. Поэтому говорить о том, сколько душ – это вопрос, сколько ломтиков хлеба в батоне. Сколько захотим. Ребенка накормить маленьким кусочком, взрослым мы побольше отрезаем хлеба. Да? А кому-то еще больше хлеба. Кто-то способен целый батон съесть. Грубая метафора. Но она говорит о том, что по мере того, как человеческое тело способно проводить больше энергии души, когда энергия планеты способна выносить больше энергии души, потому что энергия души – это электромагнитная энергия, очень мощная. Когда планета растет в своей вибрации, и новая порция этой энергии не сожжет ее, а способна будет усвоена, способна быть усвоенной. Это то, о чем говорится про Ковчег Завета, который убивал тех, кто к нему прикасался. Это энергия. Это энергия души, которая не способна быть вмещена. Это метафора энергии, которая не способна быть помещена в человеческое тело, потому что тело еще не готово. Так вот, по мере того, как канал и вибрация клеток повышается, и вибрация планеты повышается, все больше и больше кусок хлеба, мы способны проживать. Таким образом, говорить о том, что есть такое или такое количество душ – неверно. Есть количество человеческих опытов, есть количество линейных человеческих опытов, потому что мы живем в условии линейного времени. Но воспринимайте души как очень тесную семью, в которой есть разные, может быть, аспекты, разные нюансы. Но в конечном итоге чаще всего она ведет себя как единое целое. Такой клан. Сопрано. Это про энергию души. Теперь, есть ли тела без душ? Скажу непопулярное мнение, но, на мой взгляд, правдивое. Тел без душ нет. Если на этой планете рождено живое существо, оно рождено из ДНК. Наша ДНК несет в себе энергию души. Оно не способно работать без энергии души. Душа есть у всего живого. И у каждого человека есть душа. Она может быть не пробуждена. Она может быть, скажем так, там может быть маленький кусочек хлеба, тело способно принять на данный момент. Да? Она может не быть слышима разумом человека. Мы можем даже не замечать, что там есть душа. Но это человек душа. Он организован душой. Ее голос пока не слышен, но она присутствует во всей своей красоте и плодоценности. Биороботов нет. Аначе было бы слишком просто. В последнее время все чаще слышу об иллюзорности нашего мира. То есть, что я вижу, это иллюзия. Я общаюсь сама с собой. То есть, я задаю тон, это иллюзия. У меня таких людей, которые говорят, очень хочется, не знаю, как-то тыкнуть чем-то острым. Сказать, ну что ж ты иллюзия жишь. Смотри. Что ты обижаешься? Ты не просветлён. Смотрите. Вот эта вся восточная история про иллюзорность и про то, что нужно уходить и освобождаться от иллюзий мира, она напоминает мне... Вот представьте, художник, он рисует картину, да? И он увлечён, потому что он пытается выразить Бога, он наносит штрихи, мазки, да? Ему так радостно, что он может этим поделиться, что он может это сотворить. И тот приходит и говорит, слушай, ну тык, это же просто мазки. Это же не настоящий человек! Что ты за дурак такой? Быстро перестань это рисовать! Освободись от этого! Слышите, этот мир — это творение. И наши тела — это творение. Это творение, созданное в любви и из любви. И по сравнению со всем, это как раз-таки совершенно не иллюзия, а абсолютно настоящий и глубинный опыт для Бога. Да? А человек, который пытается от этого освободиться, он просто не умеет этот опыт готовить, что называется, да? Просто не умеет их готовить. Он просто не увидит любовь, которая за этим разлита. Люди приходят в этот мир, видят страдания и пытаются улететь туда, в просветление, к Богу. «Мама, роди меня обратно». Нет, ты пришел в творческое пространство. Ты пришел из любви в любви и ради любви. И неплохо было бы это заметить. И тогда откроется другой путь, да? Кроме как просто убежать или как обозвать это все иллюзией. Да, это иллюзия с точки зрения того, что это творение, что это плод творения. Но это самое настоящее и самое концентрированное по содержанию любви творение во Вселенной. Ну просто, что иллюзия, наверное, смотря в каком контексте это говорится, что она освещается. Иллюзия по отношению к чему? Сказать, что нет иллюзии? Иллюзия часто личность сравнивают с иллюзией по отношению к чему? Мы говорили про и концепцию весь мир иллюзия. Более того, даже личность. Давайте будем говорить про такие вещи. Среди духовно развивающихся людей есть такое пренебрежительное отношение к человеку, его личности, его убеждениям, его страданиям. Как будто бы типа это все пройдет. Ты просветлеешь и все будет нормально. Да, вот это все твои загоны вообще выкинь их. Послушайте, каждый опыт человека со всеми его заблуждениями, ошибками, какими-то, как ему кажется, потерянным временем, страданиями. Он святой. Он святой. И к нему нельзя относиться снисходительно или как-то поверхностно. Даже когда мы заблуждаемся. Наша жизнь – драгоценность. И Бог на нас смотрит, как на героев, в которые пришли сюда проживать довольно-таки своеобразный опыт. И он чувствует всю эту боль, помноженная многократно. Многократно. И здесь опять же, так как здесь большинство женщин, предлагаю вам просто ментальный эксперимент. У многих из вас есть дети. Да? Вот когда ребенок в детстве, он что-то там вот… У него не получилось, и он заплакал. Да? И вы смотрите в его глаза, и вы понимаете, что с вашей точки зрения действительно ну как бы ерунда какая. Да? Ну что, получится, все нормально будет. Но для него это другое переживание. И что-то внутри вашего сердца все равно откликается на то, что ему больно, или ему обидно, или какая-то другая эмоция. Или он радуется чему-то. Давайте более позитивный пример. Вам же радостно с ним. Хотя он может радоваться какой-то ерунде. Это настоящий опыт. И он святой. И если мы всю жизнь будем сравнивать нашего ребенка и говорить, ну что-то там из-за ерунды, да? То мы его и не увидим, и не узнаем. И не вырастим счастливым. Он вырастет, но мы его не вырастим. Поэтому здесь опять же вопрос в выравнивании и в неравнодушном отношении к жизни и к процессу жизни. Даже если она, ну скажем так, недостаточно духовна. Угу. 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 Угу.